Вызываю огонь на себя. 13 июня 1942 года, 365-я зенитная батарея Севастополя, её командир Иван Семёнович Пьянзин совершили бессмертный подвиг. Почти все защитники батареи погибли, многие были удостоены орденов и медалей, три человека стали героями Советского Союза. Форт Сталин, такое название дали фашисты этой высоте. Она расположена на северной стороне Севастополя. Эта стратегически важная позиция оказалась на линии главного удара немецких войск. Зенитчики могли вести огонь по авиации, по наступающей пехоте и танкам врага. Немцы стремились любой ценой покорить легендарную высоту. 10 июня 1942 года командование принял старший лейтенант, 23-летний Иван Пьянзин. С каждым днём атаки немцев ужесточались, а силы оборонявшихся таяли. Тот день, 13 июня 1942 года, вошёл в историю Великой Отечественной войны, потому что в этот день молодой мальчишка, старший лейтенант, окружённый со всех сторон фашистами, вызвал огонь на себя. И под снарядами наших советских батарей закончилась боевая история 365-й зенитной батареи. 24 июля 1942 года старшему лейтенанту Ивану Семёновичу Пьянзину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Памятный митинг в честь столетия со дня рождения бесстрашного защитника города собрал ветеранов, поисковиков, школьников и военнослужащих Черноморского флота. Этот поступок действительно является поступком героя, ведь не каждый может сказать, принимая огонь на себя и просто принять удар, забрать с собой не только свои жизни, но и жизни противника, тем самым стоять в честь своего города и войти в историю. Для вас это пример? Безусловно, это является примером для каждого, наверное. Надо всегда помнить, что за нас отдавали жизни во время войны, и мы должны доносить это, чтобы никто не забывал, чтобы никто не коверкал историю. Иван Семёнович Пьянзин 13 июня настал последний день батареи, и он вызвал огонь на себя. И мне это мужество, героизм за отчизну, за Родину. Он не побоялся отдать жизнь свою и своих товарищей. И я думаю, что они так же бы сделали на его месте. И мы все должны делать так же. В этот день для всех желающих провели экскурсии по несгибаемому форту «Сталин». Поисковики рассказали и показали, где были найдены останки бойцов. На высоте героев поисковые работы ведут более 20 лет. На массиве батареи удалось обнаружить останки 64 защитников города. Они захоронены в братской могиле на высоте героев. Если в годы Великой Отечественной войны 365-я зенитная батарея отбивалась от немецко-фашистских захватчиков, то сейчас в плотное кольцо ее взяли стройки. Буквально в нескольких метрах от памятника и от братских могил уже расположилось временное строение. И колья под будущий забор. Поисковики надеются, что 365-я батарея все-таки выстоит и на этом месте будет разбит мемориальный парк. Мы все-таки не оставляем свою мечту о том, чтобы сделать здесь мемориальный комплекс под открытым небом. В таком виде, в каком батарея существовала во время героической обороны Севастополя. Чтобы нынешние мальчишки могли спуститься по этим ступеням, которые строили защитники Севастополя. Поставить муляжи пушек, чтобы было видно, как это было. Ребята из 31-й школы разработали план по благоустройству территории. Он занял первое место среди социальных проектов на конкурсе «Молодежь Севастополя. Взгляд в будущее», рассказал заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин. Реализация данного проекта начнется с установлением границ земельного участка, что для нас очень важно, потому что мы видим, как наступает застройка. Мы не должны этого допустить. По кадастровой карте, в принципе, земельный участок для мемориального комплекса свободен. Он не был передан в украинские времена, поэтому я надеюсь, что он будет именно выделен под историческое наследие. На позицию батареи приезжают родственники погибших. Сюда приходят школьники. Сегодня военнослужащие продемонстрировали ребятам некоторые образцы вооружения, которые стоят на охране мира и порядка. Представлен переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», созданный для поражения летящих целей – винтовых, турбовинтовых. Неподалёку военнослужащие развернули полевую кухню, где можно было отогреться горячим чаем и отведать тёплой и вкусной гречневой каши. Марина Иванова, Юрий Реутин, Севинформбюро.